И что подошел и вот их третий, три человека вот так газуют. Я понимаю, что если я буду как-то газовать, то в любом случае драка возникнет. Я говорю, мы из мусульманий, зачем нам что-то это сделать, давайте успокоимся, ты мой номер запишешь, потом мы разберемся. Он говорит, не будет, я твой номер, пошли сейчас, короче, пойдем. А я говорю, нет, я не буду, потому что там было очень много людей, все снимали. Я прекрасно понимаю, что что-то не так, сразу закинут, но все, что связано со мной, это быстро распространяется. Я ему говорю, слушай, меня люди знают, он говорит, мне все равно, кто тебя знает. Тот говорит, короче, в итоге я понимаю, что у меня выхода нет, короче. Я не думал, что он может меня ударить. В итоге, он меня ударил, а я не ожидал этого, честно скажу вам. Я вообще не ожидал, что он может меня ударить. После этого удара, короче, он хорошо походу приделал. Я на видео видел, хотя челюб нормально, но у меня, аль-хамду лиза, все на месте. Прописал пару хороших ударов, у меня прям конкретно кровь пошла, я вообще не понял, что случилось. Вот. Ну, просто я в шоке, что взрослые пацаны, да, взрослые пацаны старше меня. Вот зачем толпой, да, вот можешь один на один как-то решить. Тем более, я сказал, извини меня, извини меня, сказал ему, что машину вот так поставят. После этих слов, как можно там что-то говорить в грубой форме, тем более, я гость у него. После этих слов, он все равно меня газует. Ну, понятное дело, меня узнал, как-то хотел, знаете, выпидриться перед своими друзьями. Он с друзьями был. Вот. Ну, мне не понравилось, короче. Эта ситуация мне очень неприятная. Вот это все, что случилось, это полная ерунда. Это полная ерунда вообще, типа, знаете, это бывает. Это такая жизнь, может быть, я кого-то там ударю, и меня ударят. Это нормально. Просто взрослые пацаны, тем более, знаете, мы земляки, да, вот, наши соседи. Что так получилось, мне обидно. Вот. Ничего страшного, это нормально. В итоге, короче, полиция приехала, я хотел быстро передеться, короче, чтобы никто не заметил. Я не думал ничего закидывать, но я примерно понимал прекрасно, что быстро распространиться. В итоге, приехал наряд, говорит, заявление надо будет писать, короче, потому что ты-то популярен, можно такое дело распространиться. Я сказал, я заявление написать не буду, я не хочу, отпустите меня, мне надо домой, короче. Мне надо домой, я хочу переодеться, и просто мне это не нужно. Итоги, короче, забрали в отдел, там, я заявление написал, по силе писать, ну, там, пару сиянин написал, короче. Я этим не хочу как-то выпендриться, да, и так понятно, что я заявление писать не буду. У нас, так принято, мы никогда бежим на пехоту, вы меня убьете, никто за меня написать не будет, короче. Итоги, короче, поехала я в больницу, например, когда сделали снимок, там, у меня, тут, короче, тут перелом, короче, тут перелом, тут перелом. Мне сделали операцию, подняли, через, архамдуля, на месяц все нормально. Большое спасибо всем тем, кто за меня переживает, все нормально со мной. Все четко. По поводу, наверное, у многих вопросов, да, как я поступлю, да, по отношению к этому парню. Клянусь, если мы, если мы подрались бы один на один, если он поднялся, побил бы, мне вообще не было бы обидно. Но, когда просто неизданчиком толпы тебя бьют, тем более, знаете, я один такой, я один приехал туда, я один был. И тогда толпой тебя, вот так, ну, это чуть обидно было, знаете, где-то задевает чуть мужское. А на один на один, если побили бы, мне было бы все равно. Ну, он решил меня вот так ударить. Но, честно сказать вам, после этого приехали старшие, там, масля, там, руку дать. Я руку давать не буду, потому что, если я это ему не отомщу, клянусь, я у него успокоюсь. Я не успокоюсь, наверное, все, что есть у меня, наверное, все, что, принадлежите, я все дам, чтобы, знаете, вот, чтобы он почувствовал это на себе. А это по-любому будет. Короче, ребят, все нормально. Ну, что, ждите эту ответку, в любом случае. Я не хочу, чтобы у этого, пацана, были проблемы в плане закона. У него, как я знаю, есть семья. Дай, Аллах, ему здоровье, ее семье, его родным. Но прощать пока на этой земле я его не хочу. Пока он не извинится на коленях, пока он не получит то, что я получил, я его прощать не буду. Вот, и, короче, вот такая тема. Все, давайте, саламу алейкум. И, пожалуйста, пожалуйста, я вас очень прошу, в комментариях не нужно ссориться. Не нужно поднимать межнациональный конфликт. В каждой нации, везде есть хорошие, плохие люди. То, что он меня ударил, это еще не значит, что он плохой. Может быть, я просто иду бы так же в других ситуациях. Это нормально, то есть, это жизнь такая. Если я получил, я просто там что-то, и все. А так, не нужно в комментариях ссориться, пожалуйста, это жизнь. Все бывает, это вообще мелочи по сравнению с тем, что бывает у других людей. Всем большое спасибо. Всем ас-саламу алейкум. Давайте.